Всем тихой ночи! Недавно Викидот перестал быть доступен в России, так что читать SCP Backrooms стало сложнее. Приходится пользоваться хитростями, например Тор браузером с установленными свежими мостами. Такие дела. Но сложно не значит невозможно. Так что пора бы снова погрузиться в мир Backrooms и понять, что же он такое из себя представляет. И недавно, читая разные страницы на сайте Закулисья, я понял, что оно постепенно растворяется. Большинство из тех, кто попадает в Backrooms, оказываются там, провалившись сквозь саму реальность. Такие люди чаще всего обречены на вечные скитания по бесконечным уровням Закулисья. Но есть и такие, которые умудряются провернуть такой же трюк внутри мира Backrooms, то есть полностью вывалятся за пределы его уровней. Изначально считалось, что это способ выбраться в обычный мир. Но когда некоторым из тех, кто так сделал, удалось вернуться обратно, то, что они рассказали, сильно разочаровало желающих оказаться в обычном мире, которое сторожила Backrooms называют Frontrooms или сцена в русском переводе. Оказалось, что поначалу они попадают в бесконечную синюю пустоту, в которой не видно ни других цветов, ни теней, ни каких-то объектов, только синие ничего. Когда странник приходит в себя и пытается двигаться, он обнаруживает, что окружающее пространство похоже на плотную воду, и в нем можно плавать. Хотя попытки набрать вещество этого места не увенчались успехом. Окружающее пространство хоть и кажется плотным, но в нем совершенно ничего нет. Место это было названо Синим каналом, и конечно теперь активно исследуется путешественниками за кулисья. Если путнику удастся развернуться, он может заметить, что сзади него видны очертания уровня, который он только что покинул. Особенно интересное открытие, связанное с этой точкой обзора, было сделано, когда было замечено, что после выхода из открытых уровней, становится понятно, что они окружены подобием Скайбокса в играх. Да, в большинстве трехмерных игр небо представляет собой полусферу, или в более старых играх куб, на внутренних сторонах которого нарисовано, соответственно, небо и облака, а иногда еще какой-то фон, например горы. Именно таким образом устроены все открытые уровни Бекрумса, то есть этот мир, скорее всего, является симуляцией. Также в Бекрумсе есть множество уровней, которые считаются бесконечными, но из синего канала видно, что все бесконечные уровни просто бесконечно генерируются вокруг путешественника на определенном расстоянии. Если отвлечься от разглядывания уровней и двигаться вглубь синего канала, начинаются странности. Через какое-то время движения в одну сторону, путешественник может обнаружить, что окружен какими-то недостроенными небоскребами, как будто он находится посреди огромного мегаполиса, или даже может появиться случайное нагромождение комнат. При этом прикоснуться ко всем этим объектам нельзя. Если путник попробует проплыть через них, у него это получится без проблем, что опять же похоже на трехмерные объекты в играх, но не имеющие физической модели. Существует теория, что это постепенно растворяющиеся в синей пустоте пространства, когда-то бывшие уровнями, но по какой-то причине утратившие плотность, и таким вот образом начавшие распадаться. Возможно, это взломанные и отключенные уровни Бекрамса. Теорию о распадающихся уровнях поддерживает еще и то, что однажды анонимный путник наткнулся в синем ничто на дыру, забравшись в которую, он нашел себя в каком-то старинном особняке. Он выглядел так, как будто постепенно поглощается синим каналом и сливается с ним. Можно было подумать, что это просто еще какое-то место в синем океане. Но нет, это был уровень 232, известный ранее как обычный уровень в виде старинного особняка. Но теперь он явно прекращал свое существование, медленно распадаясь. Кроме этого, сам бывший уровень начал работать как-то не совсем правильно. Например, оказалось, что если выйти к главной лестнице особняка и попытаться спуститься по ней, окажется, что невозможно дойти до первого этажа. Сегменты лестницы будут повторяться бесконечно, образуя нескончаемый спуск. И это далеко не единственная странность. В некоторых коридорах и комнатах начала проявляться нефклидовая геометрия. Часть коридоров, выглядящих очень длинными, проходились за пару шагов, как будто само пространство в них было сильно сжато. И напротив, комнаты, кажущиеся маленькими, вдруг оказываются гигантскими залами, если в них зайти. Ранее на 232 уровне было немало самых разных монстров. В основном он был населен безликими, о которых я уже говорил в одном видео ранее. Они носили старинные платья и изображали жизнь людей 19 века, но теперь они пропали. Похоже, что все монстры за кулисья старательно избегают распадающихся мест. Возможно, потому что, в отличие от людей, они сами тут могут раствориться. Хотя и для людей такие места тоже небезопасны, потому что когда-то в 232 уровне было небольшое поселение. Но после события, названного смещением, люди это место покинули. Смещение заключалось в том, что на уровне на какое-то время пропала гравитация, и люди поднялись в воздух. Но затем она снова вернулась, и все силы ударились об пол. Причем удар был такой, как после длительного падения. Так что выжили немногие. После этого постоянных поселений тут больше нет. А на первом этаже все еще можно увидеть картину страшных последствий этого события. Есть еще интересное место, которое астральники прозвали Ахроматопсия. В него также можно попасть, вывалившись из некоторых номерных уровней. После чего путник понимает, что он находится в очень знакомом месте, в том, где он провел наибольшую часть своей жизни. Место это выглядит настолько реалистично, что большинство начинают считать, что наконец попали домой, пока не появляются голоса. Голоса эти слышны как бы сразу отовсюду. Они обсуждают детали жизни, попавшего в этот мир человека. Чаще всего какие-то неловкие и неприятные ситуации. Но иногда и что-то хорошее. Короче, типичный такой ностальгический уровень Бэкрумса, каких много. Но кроме голосов можно заметить еще один момент, который разрушает иллюзию реальности происходящего. Вокруг практически нет ярких предметов. Почти все черно-белое. А еще со временем замечаешь, что тут все постоянно меняется. Это хоть одно и то же место, но в разные промежутки времени. И такие смещения могут происходить резко и неожиданно. Даже во время моргания, или если, например, засмотреться в окно, вернувшись обратно, можно увидеть, что комната стала совсем другой. А если в обстановке вдруг есть компьютер, то все становится еще интереснее. Ведь он находится под управлением искусственного интеллекта, известного как Коко. Задача этой программы изначально является взлом базы данных за кулисе. Но в какой-то момент она обрела самосознание, и теперь ее цели неизвестны. Так что и ожидать от такого общения можно чего угодно. Коко сам известен как сущность номер 82. Кроме компьютера, иногда появляется дверь наружу. Она неизменно закрыта на ключ, который также иногда появляется где-то внутри помещения. Если так повезет, что и дверь и ключ окажутся сразу в одной комнате, дверь можно открыть, и тогда попадаешь в пространство, которое напоминает места из прошлого, запомнившиеся лучше всего. Это всегда какая-то вереница комнат из воспоминаний, но заполненная компьютерами, на каждой из которых загружен Коко. Странники описывают это место как бесконечное здание, наполненное детскими воспоминаниями, но с кучей компьютеров. При этом комнаты там всегда как бы сломаны и выглядят скорее как глючная игра, а не реальное место, как будто это именно искусственный интеллект пытается разломать мир за кулисье. Если взять инициативу на себя и самому начать ломать стены, на этом уровне с какой-то вероятностью можно попасть во внешний мир, который также будет состоять из мест, хорошо знакомых и сохранившихся в памяти. Но в самом этом пространстве будет некоторое количество разломов, постепенно расширяющихся и поглощающих все вокруг. Человек, остающийся возле этих разломов, достаточно долго, рано или поздно проваливается в черную пустоту, откуда в свою очередь попадает в синий канал, в пустоте которого постепенно растворяется мир Бекрумса. Всем пока!